Брат, это Игорь, сестры, кто на занятиях у нас? Господи, благослови, побыть у ног Твоих, как некогда Мария, наставь на путь святой, безгрешный, ведущий вечную жизнь, и сохрани наш разум от повреждения, от всего, что не славит Тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Послание апостола Павла Галатан, 4 глава, с 27 стиха. Читаем текст и присовокупляем толкование, префилакта болгарского. По второму тому книги «Новый завет с толкованием». 638 страница. У кого есть? Не у кого нету. Ну ладно. Читаем текст. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Толкование. Пефилакта болгарского. Не довольствуется этими прообразами, но ссылается на свидетельство Исаии, который церковь из язычников называет неплодной и не имеющей мужа. И действительно, она была лишена богопознания бездетно, так как не произвела ни одного пророка Божия и учителя. А иудейскую синагогу называет имеющей мужа. Или потому что она имела закон, который руководил ее действиями. Или потому что имела самого Бога. Воскликни толкование этого слова. Употреблено вместо воскликни голосом радости, потому что у тебя теперь множество чад. И пророки, и учителя, и сыны Божии произошли от тебя. Ты всю вселенную породила, а не один народ, как иудейская синагога. Сергей. Я вот в который раз убеждаюсь, как у Бога все вымерено. Вот ни раньше, ни позже. Вот сколько раз. Неплодное письмо. Игнать Тихонич обличает священников, что они бесплодные. А они что? В ответ. А ты сам-то? И всем надо рассуждать духовно. Духовно, сколько у них детей? Они это не смотрят. Целую общину. А вот по плоти нету. И все, тебе теперь докажи, что ты себя не оскопил. Безумие полное. Вот на что хотелось обратить внимание. Ветхие, ветхие люди. То есть ветхие... Цара по обетованию. Было обетование. Все. Дети духовные. Игорь Тихонович. Вот в прошлые годы, ну это до 90-го года еще, с большим религиозным праздником, как правило, к Пасхе, к Рождеству, я писал письма. Письма как послание. К архиереям русским. Беру их, было 70 тогда. Не 270, 370 сегодня больше. И говорил о том, о чем сейчас мы говорим. О крещении неправильном. И патриарху писал. И ответил мне за все время только один. Тот, который больше всего подвергался нареканию от других. И потом я убедился, что действительно так. Думаешь бы, как есть такое, у баптистов еще такое поговорка. Человек заходит, когда проповедует, на кафедре. Как говорит, заканчивает и только бы слушал. Только бы с кафедрой не сходил. Стоял за кафедрой. А как сойдет, посмотришь, какой он только бы. Только бы на кафедру никогда не заходил больше. Говорить. Мы с Александром Менем, когда разговаривали, беседовали. Я говорю, вот свобода-то нет. Дали бы нашим священникам-то слово сказать-то по радио-то потерпите. Хорошо, что не дают. Такого петуха бы дали, говорили. Так бы скуковекал, так бы булькнуло. Ну, значит, у него опыт немой. Я в дальнейшем убедился в этом. Вот вчера мы смотрели какой-то конкурс. Конкурс там, сидят люди совершенно неверующие. Зал большой. И петь. Петь это. И выходит Игорь Монах Фотий. А на самом деле его как? Дмитрий звать или как? Виталий. 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 И вот он начинает петь. Из себя приятной наружности. Волосы у него. Ну, это, если он женился бы, это подкадущий был бы. Сто процентный. Женщины таких любят. Они дают женщин над собой командовать. Он любимый, засылованный где-то. И он говорит. А когда пропел, ну, я не слышал там, слабо, тихо. Арию Ленского. Да и не определил бы. А который руководитель этим говорит. Ну, допустим, ты победитель. Что дальше с тобой делать-то? Ну, дальше-то надо что-то куда-то тебя в консерваторию или куда-то где-то. Он улыбается стоит только ист. Арию Ленского исполнил. Видела? Арию Ленского. Представь себе, эромонах. Арию Ленского. Что-то еще, кажется, он пел. Ну, что можно еще придумать-то? Зачем он Ария-то? Во-первых, Ленского никогда не было. Это вымышленный герой поэта Пушкина. Ну, а дальше что? Ну, пропел. Сколько время потратил. Пришел, чтобы записали тебя. Ушел, стоял, улыбался. А потом со всеми он пытается троекратно щекой потереться друг от друга, как целуются. Со всеми. Женщины. Ну, что же женщина это будет делать? Я просто за руку взял ее. И кончилось ничем. Вот это наши таланты. Да если талант дан, да его можно применить-то далеко не так. Понимаешь, как? Вот нам дали место, дали выступить. Еще бы выступили. Все из-за этого. Ну, дали возможность Ивану Ахлобыстину. Священник. И вчера я вижу, я говорю, ты Никита еще смотришь? Он смотрит фильм «Царь». Царя Ивана Грозного. Играет Петр Мамонов. Более уродливая, кажется, фигура нельзя придумать. Это царь Иван Грозный. Да Иван Грозный бы тебя испепелил взглядом за это только. Он пытается морщиться, все, а ничего не получается. Вот Анатолий Востров, это Мамонов. Галима и прямо. А здесь никак. Ну, и тот ломается бритый где-то священник официально. Что мы будем делать, когда Господь посетит, написано. И как вы убежите от гнева Божия в Геену? Вам верены люди. Люди погибают. Люди ничего не знают совершенно. Просто совершенно не знают. Лучше бы они не верили. Мы когда ходили по домам, говорили, какая-то у вас вера изуверская. Я говорю, а почему? Нельзя то, какие-то посты. У нас тут дед с бабой были. Всегда в карты играли. Все можно было. Это память осталась. Деда и баба уже нет. Они сгнили. Сотлили. И вот теперь смотрим. Многощадные. Да какие многощадные это? Ну, если женщина одни выкидыши не рождается. Там 4-5-месячный выкидыш. Это считается за рождение? Абортированное. Некрещеное. Пили и ели тело Господня в осуждение себе. Да такого-то ни один, ни два. Не у нас. Это у католиков, у Григоряна армян. Это везде. Абсолютно везде. А мы были в Греции, и меня спрашивали, греки собрались. Ну, вот вы проехали, там были в Пессалонике, там, где Павел послание-то пишет, Ассалунь. Ну, и как вы это смотрите? Я говорю, более неверующих не видел. Как? Никто никого не видит. Но мотоциклистов много. Как будто бы туща мотоциклистов. Ничего нигде не спрашивали. И которые пришли, тоже не знают. Но кое-кого еще там где-то маленько идет. Я дорогой стал говорить, я даже не знал вообще, как разговаривать. Сказал что-то о семье, она, а я всегда мужем командую. Наверное, разведется он со мной. То есть у ней сохранилась от брачной жизни то, что она командовала. Вот мы на квартире у Валентины с Артисом, она через Желнирута близко знает, я все время старалась, а он немец, показать, что я умнее его. Умнее, я его выше, я его лучше. А ему это не нравилось, а я говорила еще, ну, одна вот теперь живу, нету. Но это результат-то не надо было высчитывать даже. Ну, где это, не рождавшее, и чтобы оно было у ней больше-то, где? Сегодня на это вообще не смотрят. Посева-то не было тысячу лет. Как сей, вышел сей, сей на Слово Божие. А Слово Божие вообще не было в народе. В одном из импляров не было, может, на всю страну. Ну и как? Ну как у царя? Копали там, деньги-то выбирают, и там покопай, там еще там грязь какая-то, пыль, ну, там уже тоже копейка. Свиток. Как Иеремия это показывает, они свиток там за стеной-то увидали, схватили их, священник убегут. Свиток нашли. Стал считать, сказал, а как же они спасались? Во всей стране не было ни у царя, ни у священников, ни одного свитка. Так мы откуда наследовали-то? И они стали считать, и когда прочитали, надо царю сказать. Царю почти прочитали, царь в ужас пришел. Да как же мы тогда верили, в храм ходили, жертву приносили, что-то пытались сделать. Ни одного Слова Божия не было, вообще в стране ни одного не было. А вот не был бы иерей, ты жадный, не копался там за копейкой, ты не нашел бы этот путь золота. А он нашел его теперь. И дальше началось какое покаяние, как они Пасху справили. Так это наша Россия, когда перевели Слово Божие. Я почему-то когда считаю, у меня такая скорбь, один сижу, я выйду так. Так что же с нами сделать? Господи, да как же ты, зачем же ты нам землю такую дал? Столько всего. Весь мир нам завидует. Везде идет все недобровольство в запись, тому, что от нашей земли отдать. Мы будем выброшены. Об этом Дмитрий Смирнов говорит. Здесь лучшие люди будут жить, чем мы. Конечно, речь идет не о том, что все, но большинство, ненужные люди будут. Слово Божие, нужно так считать, чтобы оно тебя охватило и повлекло. И вот мы его считаем. Ужас какой. У оставленной боли. Что думали в это время евреи, когда толкование это? Понятно вообще-то было. Кто? Язычники. Тут клеветы всякие начались. Как так? Язычники. И они больше, у них детей будет больше. Больше. Они будут обращаться, будут вернуть. Вот оно где заложено. А слова-то самые простые. И у вреев это было, они не понимали. Где это скорбь? Опять у стены плащ. О чем плащет? Вернуть Иерусалим. И знать всех арабов. Захватить весь мир. Покаяния-то нету. Но они плащут у стены. Плащ они вот так вот стоят. Вот так вот кащаются. Поклонов-то нет. А вот так вот стоят. Ну, головой трясут и все. Еще-то будет. Мир на грани стоит. Придет Сын Божий. Найдет ли веру на земле? На земле. В небе она есть. Вот что я хотел сказать. Игорь, я хотел сказать, ну, то, что я вот начал там. Там вот Игорь тоже про 80 священников. Все почему-то сразу начинают. А, опять священников поносит там и так далее. Да у меня не в этом, не об этом. Я сейчас скажу то, что поглубже немножко. Чуть копну. Вот то, что Игнатив сейчас говорит. Как бы унисон хочу спеть. 80 священников. Они там вообще не нужны. Каждый священник должен быть со своей паствой. Он духовником должен быть. Зачем им 80 туда собираться? Я понимаю, на Великий Совет. И то, если бы он приехал, вот Игнатий Тихонович, как он всегда шел? Ну, допустим, у него чадо, у Игнатия Тихоновича духовное. Он идет, я сам прошусь, Игнатий Тихонович, ну, возьми меня с собой. Он уже, давай, брат, там, постучал или что. Мы с ним пошли. Еще братья какие-то подключились. Он всегда с собой кого-то брал. Когда где-то выступление, с кем-то беседы. Ну, любое. Он никогда не таил. У священников так, вот они как будто в темноте, и друг дружку нанюх, вот так вот. Ну, извините. Вот так как бы. Ага, вот это. Раз, состолкнулись. Ты кто? А это, ну-ка, скажи тайное слово. Ага, ну ты мой. И вот так они шарятся. И вот они 80 ходят в темноте. Никакой темноты нету. Это они сами придумали. Эту темноту. И сами вот ходят, и вот по кругу, как как-то танцуют. Вот они вот, 80. И вот для них мгла сплошная. Юля, не попади туда под них копыта. И вот они ходят по кругу, что-то ходят. А это видел. Это видел святой, забыл. Как, который, вот, ему, по хоме, да, ворву ходят монахи, все монахи. Там его монастыря, другие. И они вот ходят, тычутся в этом рву, слепые. А он это все видит. И он понять не может, что они делают. А выход, выходы вот туда-сюда выходи. Они не могут. Они друг на дружку натыкаются. Туда-сюда. И только ужас один. Он смотрит, картина ужаса. И вот эти 80. Ты что думаешь, Юля? Я напал на тебя, бедную там. И муж уже тебя защищает, и тебя всю изгваздал. Я хочу, чтобы чувствования Иисуса Христа были во всем, в каждом. Чтобы мы все единомыслины, надушны были. Чтобы вы не видели там какое-то это все там размыто. Запомни. Они 80 сидят рядом. Ты пришла туда, они раз замолчали. Они не будут перед тобой говорить ничего. Почему? Ты чужая. Нанюхнета. Понимаешь? У них тлен. А у нас должно быть живительное все. Мы должны жить. Понимаешь, Юля? И они должны не 80 сидеть, если пришли. А с собой 800 еще братьев, каждый привел бы. Духовный чад. И тогда все правильно на места бы встало. А вы все, вы для них что-то выговариваете. Ой, да там они Библию читают. Ой, да там столько людей, молодежи приходят. Еще как приходят. Игнатик, значит, и вам говорит об этом. Они как пришли? С проповеди? Или просто шел-шел, как этот Капранов увидел глаза студента. А, глаза студента. Или там вспомнил икона какая-то красивая. И пришли вот они здесь. По благовестию приходить-то опять же надо. И почему меня так вот отец Константин в Красноярске заинтересовал? Потому что неординарно он вот прочитал это, его коснулось. И он выходит, читает Слово Божье прям по нашему толкованию. Вот мама не даст соврать, она здесь. Потом, это, вот прям. И потом тут же читает толкование, и ваш комментарий, и все. Почему? Его коснулось. Вот он на благове прям служил-служил, и вдруг встал. Вышел такой, а я хочу вам кое-что прочесть. Вот тут вот это, знаете, прямо вот на молитве все. И становится, и читает, понимаете? И там люди-то стоят, ну не кудышненькие, мама там, ну там ладно, я еще понимаю. А там другие такие, все убогенькие. А он это дает, понимаешь? Он отдает. Некому давать, он отдает, понимаешь? А эти 80... Так, Игорь, а поясни, слово 80, я недопонял, откуда они? Да вон, Игорь говорит, там зал целый 80 священников этих сидят. А там наяву было 80? Подожди, брат, это было в семинарию, они приехали в семинарию сдавать сессию. Ну понятно, в сессию, некогда разница. Дело в том, что он рассказывает о житии Пахомия. Тут суть-то такая, они хворост любили, ну это жития, как говорят, рубили хворост монахи. Все по охапке, и он с ними работает, а вот этот тоталитарный волк-то этот, Пахомий-то. Он тащит, и вдруг остановился, как Серафим Саровский-то. Глаза завел, и хворост посыпался. Что с Семеном? Молчил. Глаза-то открыл. Фух, что я видел-то? Вот помнишь, как это показано, когда Валан-то сидит, и он видит, вот поднимается один. Раз-раз-раз опустился, а то что-то само не ладно. А у него, ладно, он видит ров, темный ров, и не 80, а вообще заполненный монахами. И они стущатся друг от друга, и тьма кромешная. Он увидел духовное состояние людей, а те, которые с хворостом-то не видели. И дальше они карабкаются, срываются, то есть попытки есть, начинают исповедовать, прищищать, но опять срываются. Это Пахомий видит. И едва-едва кто-то выкарабается, неизвестно, живой он будет или нет. И это житие, Пахомий, оно не пользуется никаким авторитетом. А у него монастырь был, 11 тысяч может быть. 11 тысяч. Не могу не знать. Это много, очень много. Ну а как сегодня, вот как он видел, как Игнатий Вреченинов проехал по России, а он был современнее Пушкина, еще захватил Пушкина. И состояние монастыря, это когда было такое, он проехал и говорит, монастыри кончились. Едва ли четыре на всю страну, может быть, есть, едва ли четыре. А это, говорит, остались в монастырях актеры, а актер, говорит, ничего не сделает. Это вообще они любят считать. Какой монастырь, когда Господь послал по всему миру. Вот что интересно, выступает этот, уже три материала поставил, Степаненко Максим, он делает разбор подробных обвинений, которые на нас, и он все разбирает по порядку. И вот посмотри, говорит, тот гуру, тоталитарный Лапкин, где вы видели это, гуру на штаба брать? Работает, и с ним два блаженных этих вот, ну, работаем мы там. Полмиллиона зарыл в землю, платину там строит. Да какой гуру будет, и ни одного деревенского жителя нет. Вот эту деревню он строит, сел и опять уехал. Ну, маленько гляньте, и сам стоит, в храме молится, на первом месте Тараси стоит. Тараси загуляет. На первом месте фотография такая, и он подписывает, посмотрите на морды этих, как он называет, загипнотизированных гурум. Это он, и сам тут же Максим стоит, и им показывает, как они говорят. Посмотрите на морды этих. Вот, вот и все. Они не могут ничего сказать, обидят они плохо, им нужно подсказать. А как? Будут раздражать их, конечно. И эти люди, которые там выступили против них, говорят, щенки, их щенки, вы во внуки годитесь. Даже самая элементарная форма обращения к старшему отсутствует. Они этого не знают, нападают, лают. Ну что, я достойно, а то, может, Бог презрит, говорит, что-то простит мне. Аминь. Как Давид сказал. Только и всего. Ладно, пошли дальше. Двадцать восьмой стих, двадцать девятый. Двадцать восьмой стих. По толкованию у нас совмещены. Двадцать восьмой, двадцать девятый стих, мы будем читать их вместе. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Толкование. Церковь, говорит он, будет, будучи неплодна, подобно Саре, не только стала многочадной, как та, но и родила таким же образом, как последняя. Как ее не природа, но обетование сделала матерью, ибо тот, который сказал, я опять буду у тебя в это же время, бытие восемнадцать десять, вошел в чрево и сотворил плод, так и у нас. Как и выше сказано, божественные слова, произносимые при крещении, совершают новое творение. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, какая это свобода, когда иудеи бичуют верующих, а те, которые думают быть свободными, подвергаются гонению. Он говорит, что и тогда так же было, и Змаил гнал Исаака, но тем не менее, это нисколько не помешало преследуемому быть законным сыном Авраама и господином преследуемого. Итак, из самого этого преследования нас иудеями открывается наше сходство с Исааком и родство с Авраамом. Вот такое. Кого высказывание? Другие. Еще можно? Кто старше, Измаил или Исаак? Измаил, так. А кто старше, язычество или иудейство? Язычество. Вот оно и сошлось. Ну здесь идет взаимосвязь иудаизма и христианства, я так понимаю, здесь сравнение идет уже. К иудейству. Не просто конкретно языческой иудейской церкви. К избранию, тут говорится, к избранию Исаака. Игорь? Вот и многое-многое вообще отпадает, если мы серьезно верим. А почему именно я избрал Исаака? Да зачем тебе рассуждать-то, почему? Ну это ничего не дает. Богу вопросы не надо задавать, а надо исполнять. Ну, да Бог тогда несправедливый. А как ты понял? Ну как, по чреве, матерь, еще не родились? Не родились. А Бог говорит, двойняшки. Я, кого я возлюбил, Исаака возненавидел. Ну, любой скажет, это несправедливо. Но слова эти произносить нельзя. Это не человек, а Бог. И Бог так решил. А почему? Он знает будущую жизнь его. И отпечатая на этой жизни, Бог говорит в одном дне. Мы говорим, мы еще неизвестно, а кем будет. Но у Бога-то известно. Это Бог говорит, не человек. Человек просто бывает расположен к одежде, к одеянию, к походке, к музыкальности, к голосу. А здесь ничего не надо. Тебя еще нету, еще в укропе, говорит, при защите видел он меня. И там записаны все дни, для меня назначенные. 138-й псалом. Ни одного когда не было еще. И все известно было, что как я буду. Ой, лучше мне родиться. Вот только это воскликнем. Поэтому нам справедливость не нужна Божья. Не дай Бог, если Бог справедливо будет садить. Нам нужна милость. Милость Божья. А по справедливости я дышать не должен. Даже на кладбище места нет. Какая справедливость? Когда пил, ел, гулял и Бога не славил. Опять же, вот это касается сегодняшнего положения, которое сейчас политическое, страшное, можно сказать, положение. Вот это идил как раз. Странно, что когда все происходило, вот мы читаем, до появления ислама, там были так называемые арабы. И эти арабы как раз относились к измалитянам всегда. А измалитяне это потомки Авраама. То есть получается, как бы они вместе все время братья. Нет, чтобы все время в мире жить. Да Господь так делает, что они еще, ну чтобы до конца люди поняли, что это Господь. А люди все еще думали. Да, они же вот братья туда. Вот читаем Иуда Бенгур. И там Ильдерим. Ильдерим это шейх этих арабов. Вот он как раз, эти игиловцы сегодняшние, он был бы таким предводителем, если бы ислам принял. Тогда он был еще арабом. Тоже там об этом, кстати, говорится. Этот самый Ильюис, который описывает этот офицер британской армии. Хорошо знал историю. И библейскую историю отлично просто знал. И хотел донести, видать, это до людей. И сейчас мы... Еще что-то есть. Ну я хотел сказать, что руки всех... Яков как раз и говорит дальше в конце книги бытия, когда дает пророчество, говорит, руки всех на него и руки его на всех. То есть еще вот эти события, они предвещены там. Сегодняшние. Все, брат. Здравствуйте, Христос. Слава Христу. Галатам 4.30. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же отсюда? Утешительно ли для верующих, которые теперь подвергаются преследованию со стороны иудеев, то, что Исаак тогда подвергался гонению? Он говорит, послушай, что говорит Писание, и получишь разумление. За временное гонение, которому подвергал Исаак, он совершенно изгоняется. И в наказании не только подвергается изгнанию, но гораздо более лишается участия в том, что уготовано сыну. А это наказание тем сильнее, что имеет свое начало не в преследовании, а в решении и определении Божьем. Заметь также, что он того, который не удостоился наследия, назвал сыном не Авраама, а рабыни, указывая, что он и очень низкого происхождения. Итак, смотри, он доказал, что сам закон указывает на свою отмену, так как все сказанное, будучи прообразом, теперь совершающегося, написано в законе. То есть в книгах Ветхого Завета. Я хотел предложить, брат Игорь, ты можешь рассказать эту историю, вот, знаток Ветхого Завета, хороший, известный. Вот эту историю, Агарь. Ну, кратко только. Почему сын изгоняется? Вот сейчас мы, тут сложный такой момент, мы сейчас говорим о том, что почему был избран Исаак, а не Измаил. Что Исаак был от Сара, Измаил был от Агарь. Вот этот краткий эпизод. Почему он изгоняется? Было ли гонение со стороны Измаила в отношении Исаака до того, как он изгнал? Можешь кратко описать это событие? Ну, я не знаю, почему ты меня спрашиваешь. Ну, почему нет-то? Ну, может, кто-то еще хочет описать? Расскажи историческую основу Ветхого Завета, чтобы мы поняли, о чем сейчас мы изучаем. Ну, это, начиная с 17 главы, стиха, 15 глава, 17, да, нет, нет, сейчас скажу. 17 глава где-то. Бытие 18 глава вообще. Да, вот 17-18 главы говорят об этом, рассказывают. Агарь была служанка у Сары, и так как Сара была неплодна, она упросила Авраама войти к Агаре, как к жене, чтобы она забеременела, и потом родила ей на колени. Ну, как бы это у них было, не знаю, откуда такое, ну, от язычников. И причем получается, что как бы она ее мать, потому что она, ну, родила там, где надо, и кровь там, где надо, все. Ну, так все и получилось. Он не хотел ходить, и Господь ему сказал, делай, как тебе сказала Сара, сделай, и он так и сделал. Вошел он к Агаре, и она родила, Измаил назвали его. И начали его воспитывать, но... Как сына воспитывали уже. Да, ну, конечно, он воспитывает его как сына. Но Агарь, она еще до того начала, как бы, смеяться над Сарой, и пришлось даже ей убегать. То есть она еще была беременная, она уже убежала. Господь ее ангел вернул обратно. Ну, Господень, конечно. И теперь дальше, после этого, ну, там, события совершились, что пришел Господь в виде трех ангелов, благословил Авраама и сказал, что Сара зачнет. Ей уже было 90 лет. Аврааму было еще более, на 9 лет больше. И так все и получилось. Назвали Исаака смех, потому что она засмеялась самой в себе, когда Господь это произносил. И когда она родила, там дальше события происходят. Измаил уже 14 лет. И Исаак. И он начал его зазирать, написано там, маленького Исаака. И поэтому пришлось принимать какие-то меры. Сарри. И Сара попросила Исаакова, просила, чтобы он отослал Агарю вместе с сыном. Авраама. Авраама. А я читал. Исаака. А, нет, ну, мужа своего. Мужа Авраама, да. Потому что, ну, заботилась об Исааке. И Господь сказал, что никто не наследует, только твой наследник от тебя, рожденный Аврааму. Поэтому все эти обетования он исполнил, он понимал. И он отослал Агарю от себя. Прям, да, нагрузил там, что, изюмы там, воды, бурдюк там, осла и все. Идите. Когда они умирали в пустыне, что Господь предсказал Агаре? Что от Измаила будет великий народ. Ну, да, да, да. Это было тоже, да. Так, дальше, какие выводы ты делай, я не знаю. Нет, выводы, ты просто рассказал предысторию, потому что мы сейчас проходим Агарь, Сара. А, ну, что, ну, да, так дал. И мы сидим слушаем. Да, я думаю, что будет полезно, чтобы все узнали эту историю. Ну, да, там долго читать. Если хотите, просто прочтите книгу «Бытие». А не то, что как вы все знаете. Мы можем ничего не знать. Вот, то есть был Авраам, один папа. У него было два сына. Исаак и рожденный от Сары, от его жены, от служанки. Агарий был рожден Измаил. И здесь вот идет соперничество. Да, да, и надо сказать, что после того, как она зачала, Авраам никогда не входил к Агарии. Все, больше никогда там написано. Он ее не посещал как жену. То есть она была нужна только для этого действия. Он это так осознал, так принял и так сделал. Не то, что дальше там теперь пошло, что-то там у них. Любовь какая-то и так далее. Это тоже важно очень. И вот сейчас мы прочитали в 30-м стихе такие слова. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». То есть свободной была Сара, а раба была Агарь. Соответственно, тут происходит изгнание. Чтобы, ну вот, толкование мы прочитали. И кто его может пересказать? Никто, да? Что мы прочитали. Кратко напомню. Чтобы кто-то не сказал, что же отсюда. А при чем тут верующие, во-первых, наша церковь? Вопрос. Но это речь идет о тех событиях, да? Кто главнее, какой был род главнее, тот или этот? Они решали этот вопрос. Род от Авраама, род от, вроде бы, один отец Исаака. А при чем тут мы, христиане? Где-то водителька Христова. Кто это сейчас хоть перескажет это? Вот то, что толкование мы прочитали. Перескажите на нашу христианскую действительность. Потому что мы заканчиваем уже четвертую главу. И надо какой-то итог немножко подвести. Да, уже заканчивается. Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу. Это апостол Павел сказал и, скорее всего, повторял. Это знали уже. Это здесь он и говорит в послании Галатана. Тем более. Значит, нужно это все нам впереди еще раз прочитать. Вообще, желательно, конечно, дома прочитывать предыдущее. Все. Потому что мы начинаем как бы с чистого листа. И вот этих возвратов, конечно, могло бы и не быть. Но надо бы. Вот здесь перевод на христианскую церковь. Игнать Тихонович. Применение христианской церкви. Вот эти взаимоотношения между братьями. Измаилом и Исааком. Надо посмотреть чуть пораньше немного. Когда мой вышел из Ковчега. Сим, Хам и Афет. Родные братья. Сим кто? Это семитские народы. Антисемитизм. Откуда слово анти? Против идет это. И Афет. И Афет это бледнолиция. Начиная от Испании и дальше. И Афет распространится в шатрах. А Хам, Хам это рабы и прочее. Племя Хамовы. И в земле Хамовой, как псалмопевец Давид говорит. И тогда их считали земля Хамова. И вот отсюда теперь неравные отношения. Когда мы говорим. Ты будешь раб рабов. В рабах будешь у них. И Афет селится в шатрах Сима. Сначала общая картина разделенная. А теперь показывается объединение. Что подвинется Хам, над ним будут командовать. И он может быть. Но Обама это первый, барах Обама, первый негроидный, так сказать, черный и темнокожий президент. Этого даже думать нельзя было. Почему? Думать, что он что-то для них сделал. Это он их бомбит, корежит их и все. И перед ним ничего не может устоять. Его считают антихристом. Он подгоняет данные рождения. И он антихрист и все. Ну, конечно, антихрист, но это не последнее. А как эти те события? События те мы поняли, что тут случилось так. Намеченное полностью исполнилось. А теперь Измаил. А кого это сказано такое, что ты будешь... против всех и все против тебя? Это, кажется, Измаилу сказано было. А про Исаава мы еще не вспомнили? Да, Исаава, да. Мы забыли сказать об Исааре. А так Исаак будет раньше или позже? Исаак будет позже. Позже, потому что он будет внук. Там Исаак между ними, прокладка, а потом только Яков. А это сыновей... Вот это Исаак, сказать. И вот теперь надо смотреть. А могут быть другими вот эти, которые мусульмане сейчас. А у них занаряжено быть таким. Против всех. ИГИЛ объявил войну всем. И все. Сходится, сходится подписание. И все против него. Совершенно против. Коалиция сейчас долбит. Китай войска даже подтягивает там свои корабли. Франция подошла. Америка с той стороны. И Иран за них. И что? А ничего не сделает до конца. Так не будет. Его не победить. Почему? Это занаряжено. Разнарядка идет, проекция идет с неба. У людей этого не понимают. Ну, это... Это Бог сценарий устроил такой. Так он несправедливый. Ты хочешь быть ненаказанным, помолчи. Справедливо. Ну, представь, его... Ну, служанка-то, он все-таки ее, говорится, не из глаза взял-то. Его сын-то родной-то. Его кровинушка была. И вдруг изгони. Как это изгони? А почему алименты не заплатить? А почему они назначат, чтобы от стат моих каждый раз тебе будет там идти хотя бы по три барана в год? Ничего нету. Кувшин на спину и пошла на плечо. Но мы видим, она не оставлена. Является ей в пути ангел. Показывает где. Как спастись от жажды. И вот здесь начинается, разыгрывается страшная трагедия двух народов. Евреи и которые-то мусульмане. Это на сегодняшний день. Ну, а можно ли как-то, повторяю, эта проекция идет планом Божиим. Бог спроектировал и так и идет. Мы не можем никак это понять. Ну, а как? На землю сошел сатана. Ты вперед еще раньше возьми. Там была война. Там тоже война была. И он поднял. И архангел Михаил во главе воинства Божия у Савауфа. А здесь сатаниил его называют. Дениса Света. Люцифер. И они не устояли, их сбросили. Как потерянно-возвращенный рай, жена Будьяна, они бросались горами, утесами. Якобы. Ну, так представляет. Ну, и он сошел на землю. И дальше. Горе живущим на земле. К вам сошел дьявол великой ярости. Ища кого поглотить. Поглотить. Он не просто нападает. Он ищет, кто готовый. Вот подходит ему. А почему ты не можешь меня взять? Вот изгоняет беса из человека. Ну, а бес-то всегда говорит, позволь свиней войти или в пустыню какую-то виток. А он перед ним стоит, вот так рот разынул и говорит, заходи в меня. Дьявол как рванулся из того-то, мимо и смотреть не может. Почему? Потому что святой рот раскрыл, а оттуда пламень, плазма идет, миллион градусов. Ну, это все сокрыто. И он ходит, ища кого поглотить, он ищет. Рот разденутый все время, кого сцепить-то. А мы не бодрствуем. Между собой еще грыземся. О, ска, молодцы, друг против друга идут. Два Игоря не сошлись, четвертый не подойдет на помощь. Ничего не надо. Забыли, руки утерли, помолились Богу, мы христиане. И мы опять сидим за одним столом, и у нас все нормально. Дьявол этого не ожидал. Он мира боится, как огня. Я терпеть не могу. Оба смирились, но все, дальше пошли. Он смирение терпеть не может. А вот ты докажи. Тебе сказали, а ты за себя выступи. А ты... Не надо ничего этого. Я углубился в молитву, я молюсь. Господи. И ангел встал рядом и показал, подойди, попробуй. Мы его не видим, ангел ему мечом. Сатана сгорбатился, и пес побитый. Иногда он в виде сорухи какой-то подойдет. Иногда собака в голове, а то голова по земле волочится. Ну, больная там, чумкой заболел, сатана. Тянется. Это неоднократно. А когда он шел, вот один, он перед ним как угодно. А что ты думал? Сразу появился голая женщина, стриптиз сыграла. Может, такое тебе нравлюсь? Мгновенно картина меняется, кадр другой. Может, я тебе такое нравлюсь, с бородой? Или еще что-то? Мы должны понимать. Это разнаряжено. Какой строй за каким придет? Выйдет из моря Овен. Овен выйдет, персидское царство. А за ним придет козел. Козел будет бодать. Александр Македонский. Греческое царство. А может быть, наоборот. Ну, о чем ты говоришь? Это может в фильме, серию второй послать, потом первую. У Бога не так. У Бога четко идет. И кончится тем, что он назначил. И в конце победят. Христиан победят. И воцаристы кто? Ну, мусульмане нет, евреи. Из колена данного. Мы знаем, как будет. Да евреи-то они там маленькие, 18 миллионов. Весь мир ляжет к их ногам. И мусульмане лягут. Все. И вот с этой позиции теперь посмотрим, как Аврам сделал. Обычно жена-то не учит мужа. Жена-то учится безмолвью, перестань учить мужа. А тут, говорят, делай то, что старый тебе скажет. Вот когда соперница нужно прогнать, тогда слушайся. Все. И вот случилось так, что прогнали. Прогнал ее, и она ушла. И ушла бедная. Сколько она натерпелась. Бедная. А дальше народ. А почему великий? А почему он? Потому что большой, многочисленный. В европейском народе в среднем рождается 1,8 ребенка в семье. А у них 8,1. Все тут непонятно. Так надо атомную бомбу. А если аэропат говорил, не надо атомную бомбу. Атомная бомба у них есть, говорит. Это матка наших женщин. Вот и все. А то матушка, ты как, брось. И останется что-то другое. Взорвем мир. И так и есть. Франция почти уже вся мусульманская. Больше половины. Немцы тоже. Выступает. А Ангела Меркель. Она в который раз уже выходит. Она популярна у них. Мы думали, запустим мусульман. И тут они будут ассимилироваться, как русские. Побыли маленько там за немку. Взял немку за себя. Дети рождаются уже только по-немецки говорят. Русский язык и не знаю. Вот там приезжал Валя с артицом. Нучка-то она по-русски-то совсем почти не понимает. Тут не получилось. Мы тут ошиблись. Ангел Меркель говорит. А они какие были, такие остались. Почему? Пятикратная молитва. Больше ничего. И смотрели за женщинами. Вот мы идем по Франции. Едем. Идут женщины. Ну, Франция, Париж. В Париже мы были. Ну, разные. Черные, другие. Все одеты по форме. У нас как тут переодеваются. Я не знаю, кто Татьяна, может, кто домой идет по форме-то. Остальные-то все переоделись. Уже все, платочки по-другому подвязали. Там никак. Мы ранное утром. И идут женщины, мусульманки такие. Я в Харабаровске были мы. Точно так же. Катит коляска. Он стоит так у него под гритом. Маленько оборотка в коляске катит. И они сейчас борются с русскими. Уже говорят, Хабаровск наш город. У них есть, что с каждым днем все меньше русских. Стремительно уменьшается. Они увеличиваются. Почему? Это в плане Божьем. Но можно ли? Ну, как можно-то? Надо, чтобы каждая женщина русская хотя бы по 8 детей рожала. Не меньше 8. Больше 10-12. Согласна еще добавить? 8. Ну, ты уже выжила. А это она еще не вышла замуж-то. Ну, а та уже готова, мертвая. Для этого надо быть готовым нашим правителям, чтобы содержать столько детей. Ну, понятно, что мы... Я ни к чему не призываю. Просто надо согласиться, что так оно будет. Быть верными. Нам нужно учиться болеть и умирать. Вот самое нужное для нас сейчас. Быть верными христианами. Свидетельствовать. Показать, что Христос жив. Дети Божьи – это соль земли. А сегодня какая соль-то там? Гнилью одну. И все узнают, что людям нравится, то разрешают. Греха никакого нет. Великий инквизитор. Разрешим грех и спасем всех. Ну, кого? Да никого. Ну, разрешим грех. Все у нас никто не грешит. Я говорю, у меня мама приехала от старобряческого священника. И говорит, батюшка исповедовал так хорошо. Я говорю, а как хорошо? А спросил, не ела же жеравля? Я говорю, ты поймай его сначала. Жеравля. Ну, кто из нас ел жеравля? Я говорю, он тебя не спросил. Ты рукой спутники не сбивала? Тоже не виновата, не сбивала. Шпала, не грызла, не грызла. Вот три греха называл батюшкой. Я ни один не виновата. Молодец. Такой ты, естественно. Я вспоминаю фильм Иуда Бен Гур. И когда приезжает Мессал, кажется, приезжает к старому руководителю, римлянину, прокуратору, кажется. Не прокуратору, а я не знаю его должность, не помню его должность. И говорит, а тут уже старый, давно бы иудей был такой, общается, знает веры, как понимают, споры. И говорит, как, говорит, победить этот народ иудейский? Он говорит, я, говорит, никак не могу понять. Ну, как? Рим, он сильнее всех. Он говорит, ну, тело мы можем, говорит, победить. Но как победить идею, говорит старый римский, там, руководитель, Мессала такой, говорит, другой идеи. То есть смысл в чем? Что не обязательно побеждать тело. И не побеждать и завоевывать. Главное победить идею. Вот и все. Поэтому у христиан нет другого оружия, как идея. Христос. А идея у нас Христос. И это истина. Вот, все. То есть не надо ничего. Захватывать мир. Просто говори о Христе. И это как раз тебе будут запрещать. И как раз хотел, опять же, все-таки взаимосвязь провести, когда мы читаем 30 стих. Изгони рабу и сына ее. Мы можем вспоминать о тех событиях. Для чего? Для того, чтобы было нам более понятно, о чем вообще идет речь. А идет речь идет вот о чем. Изгони рабу. То есть речь идет о взаимосвязи закона Христа, нового закона, который пришел, и закона Моисеева, которому были еще подвержены люди. И иудеи, и язычники, которые обращались, иудеи говорили, что надо соблюдать закон Моисеев. Так вот, закон Моисеев уже не работает. А закон Христов, он действует. И вот Галатам 3.24, я вижу. И так закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По предшествию же веры мы уже не под руководством где-то водителя. То есть изгони рабу, это все рабство. Подчинение закону Моисееву это рабство. А подчинение закону Христову это свобода. То есть вот такая мысль, которая была заложена. Изгнать. Не то, что там изгнать конкретного человека. Речь идет об идее. Изгони старую мысль о том, что ты должен подчиняться конкретным этим установлениям. И теперь ты вприми новый закон, закон свободы, закон Христа. А закон Христа дает тебе не только заповеди, что надо делать. А он тебе вообще говорит, ты должен абсолютно быть совершенным. Он тебе даже уже не разъясняет. И кратко говорить, 9 заповедей блаженства мы тоже как бы должны знать. Вот. И поем их постоянно. И как это возможно? Возможно только через благодать Духа Святого, которая подается нам в таинствах церкви, через личную молитву. А таинство церкви совершается рукоположенным священцам. Вот. Изгони рабу, то есть те старые мысли, те старые порядки. И вот будь свободным. Игорь, ну спорят между собой даже в интернете баптисты и адвентисты. Баптисты говорят, вот как ты говоришь, мы новые, закон Моисеев это рабство, и он нам не нужен. Ну, говорит, давайте посмотрим. Закон Моисеев захватывает пяти книжек, так он из него и проистекает. Ну, а как там написано, там про идол и прочее. И дальше суббота, самая обширная заповедь. Чти день субботния, раб рабыня там. Ну, нужно. Баптисты говорят, не нужно. Адвентисты говорят, нужно. Да кто прав из них? По закону Моисеева? Нет, не закон Моисеева. Закон Христов вмещает в себя закон Моисеев. Он в себя вмещает. Может быть, я некорректно выразился. Я мог так сказать. Не вмещает, а возвышает. Он его возвышает, расширяет закон Моисеев. Суббота вечная, никто ее не отменял. Суббота покой. Покой показан был на воскресенье Христова. Этого баптисты исполняют, они понимают. А те понимают, понимают чисто по-иудейски. Да, чтобы не было противоречия, закон Моисеев, я сказал, не работает. Он работает, но в рамках закона Христова, он вошел в закон Христов. Он вместил в себя закон Моисеев. Десять заповедей, они так и действуют. Не убей, не прелюбодействуй. Только Христос пришел, сказал, я не нарушить пришел, а исполнить. Исполнить я пришел, я не нарушить, то есть ни одна заповедь. Написано было, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину, уже прелюбодействовал в сердце своем. И написано, не убивай, а я говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно. То есть закон работает. Но если мы будем жить только в этих рамках закона, то мы не будем совершенными, к чему призывает нас Господь. А только в рамках закона Христова. Но и опять же, в рамках закона Христова мы не сможем. Так, я утром встал, какую сегодня я должен заповедь исполнить? Прочитал? Ага, вот эту. Не так. Дух Святой надо в себя принять. Тогда ты будешь уже не думать о том, какую ты сегодня должен заповедь исполнить. Ты должен все выполнить и сейчас. А это без Духа Святого невозможно. Поэтому одно из, ты должен думать о том, как принять в себя Христа через благодать Духа Святого. Ну и, конечно, для этого и церковь нужна. А почему ты решил, что утром смотреть, какую заповедь исполнить? Еврея разве так думает, какую заповедь? У него сколько заповедей, у евреев? Я читал, вот как-то мне попался Талмуд. Ну не попался, а я просто конкретно взял материалы по Талмуду. Попался у меня файл на глазах. С Талмудом. Вот, что я хочу сказать. Сколько заповедей? Там очень много. Там разъяснение. 100 много и 200 много. 680. А? 680. 613. А, ну... 613. Еврей не думает, какой заповедь. Он знает, все надо исполнять. Ты тут маленько не так сказал. Все. Но нужно сказать, что закон Моисеев, он возвышен до совершенства. Вот ты сказал, переход не убей. А я говорю, кто гневается. Он не отменил заповеди. А как чти родители? Тогда заботились о живых, а сегодня заботятся о мертвых. Моримся за упаковки. Прочитал я Талмуд, и я понимаю, почему в еврейском народе юриспруденция развита до совершенства. Как ты прочитал? Книжку держал в руках? Не, у меня файлы. Файлы были... А ты знаешь, сколько книг? Вот, к сожалению, я плохо знаю, но просто попаясь в материалы, я начал заниматься. Библия, одна книга. А Талмуд, сколько книг? Одна, две. Я думаю, там много. Нет, не знаю. Нет знаний точно. Хитрит, много. Много ты сказал о Западе. 613. Это много? 12 томов. 12 томов. 12 томов. Вот, я отвечаю. 23-й тонн, 24-й, 25-й. Три тома по Талмуду. Тебе искать не надо, здесь все уже отвечено. Да ему не надо это. Ты проиграл, юноша, в этом вопросе. Вот они лежат книги, я этим занимался, Талмудом. И Талмуда не один, а два. Есть которые Вавилонский и Иерусалимский. Еще нам не хватало. Тут задели самую любимую личность мою, это Христа. И сказали, вот, нужно проповедовать Христа. А слово проповедовать Христа тоже не всем понравится-то. Слово про Христа проповедовать. Что такое? Рассказывать, как Господь пролил свою кровь, умер там за всех, грехи все взял, разодрал и так далее. А Господь-то в 23-й главе Евангелия от Матфея говорит так. Книжники и фарисеи, лицемеры. Книжники и фарисеи, лицемеры. И сколько раз он так говорит, там, книжники и фарисеи, лицемеры ходите, вы как гробы повапленные. Вот открыли их, а там смердящие кости, а сверху вы такие прям покрашенные, все красивое, там, перламутром сияет. Почему? А кто такие книжники и фарисеи? Ни один тот, о которых нельзя говорить, батюшка запретил, все запретили. Они ни один не скажут, что это они. Никогда в жизни. И вот пришли там эти молодые юноши, сто человек, которые там у тебя сотнями ходят. И они молодцы все, пришли. Вот туда, о чем говорить нельзя. И вот они сидят все, и никто им не скажет, что книжники и фарисеи, это вот эти самые 80, которые там сидели, о которых нельзя говорить. Все они, про них говорит Господь. Ни про меня, ни про тебя. А я думаю, что это говорит не только про них, но и про меня, и про тебя говорит. Потому что в любой момент жизни, когда ты не хочешь... Да вот ситуация даже у Давида была. Он согрешил, но не хочется об этом говорить. Понимаешь? У нее сына весолом был. У него сыновья, которые конкретно нарушали заповедь достойную смерти. А он говорит, ладно, прости их. Почему? Это его лично косутнулось. Говорит. Книжники и фарисеи. Как Игнатин сказал, ты в этом проиграл. Ты должен историю знать, кто такие книжники и фарисеи. Это никак не простой люк-то. О чем ты начинаешь говорить? То ты про платье Петра Первого все знаешь. А здесь простое дело. Ты должен это знать же, уже в самолкоматери впитать. Книжники и фарисеи, это элита. Отборные члены Синедрион туда входили. И все, кто рядом с ними, там были священники сплошь. И самые мудрые люди, и богатые, и, конечно, и князья, и все. Все там были. И когда им отвечает, им именно Иоанн Креститель говорит, говорит, по рождению Ехиднины, кто обнушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Почему? И златоуст отвечает. Потому что люди возрадовались, когда Христос это сказал, когда пришли ученики. Почему, говорит, возрадовались? Потому что они крестились от Иоанна Крестителя, а книжники и фарисеи не крестились. Понял? Они пришли, посмотрели, полюбопытствовали. Ага, как тут народ? Да не очень много. А ничего там, восстания не будет. И все. А что нам ответить? Подлазили все к нему. Это книжники и фарисеи. Это не простой народ был. Не надо... Мы тоже такие и так далее. Это мы все в курсе. А при чем тогда церковь и те, кого ты называешь книжники и фарисеи? Это элита, по-твоему? А потому что это был детоводитель ко Христу. Это были примеры, образы, которым не надо подражать. Не подражай книжникам и фарисеям. И ты вот сейчас со мной споришь, А там этим молодым юношам наговорят с три короба. И это... Вот Игнатий Тихонович будет книжником. И правильно книг написал. Это он лицемер-то оказывается. И все перевернули с ног на голову. И человек, который печник, Который сроду не был в этой элите, Оказывается, как говорится, совсем не тем, Очерненным полностью. А почему? Да потому что Вот лицемерам нужно. Когда нужно, они раз подставили. Когда нужно, они раз надставили. Тут вот какое дело. Когда отвечает Максим Степаненко, А он не Игнатий. 15 лет руководитель миссионерского отдела. 15 лет. Он просто показывает. Это не 53 моих. И он по порядку все разбирает. И говорит о лицемерах. Вот смотрите, что в потеряевке я видел. Как молятся. Как дети стоят в длинное богослужение. И шевелятся. У одной, говорит, это, видимо, Евангелина. Там пикнул ребенок, говорит, на 2 секунды. И все. Лицемерие-то у нас здесь. Вы лицемерие. Он своих обличает. Вы. А нас ставит, он в пример. Он-то не нашей общины. Он там и находится. И он увидел, лицемерие-то не у нас. Он у нас не увидел лицемерие нигде. А увидел, не увидел, а знает, что там. И все это показывает. Я первый раз вижу, чтобы человек, это у него сайт. Что интересно, я никак не узнаю. У него сайт называется Кыстины. Только К. С пробелом. Молодец. Вот удивительное дело. И он это, все это, надо просто почитать, посмотреть. Я читал. Это человек большого ума. С чем-то мы не согласны. Там о войне, о другом. Но здесь он увидел и разбирает. Он у нас такое-такое. Вы осуждаете, Лапкин говорит таким голосом. А почему не осуждаете, когда архиереи на вас орут? Как они орут? А вы лицемеры. Это можно судить? Можно. А этот, это лицемер. Вы не за правду боретесь. А чтобы архиерею угодно, чтобы меня гнобили. Вы тут и голос свой подаете. Да мало-то он тебя, говорит, еще огреет. Говорит, то дикирием, то трикирием. А что это такое? Дикири, трикири. Да. Подсвечники. Подсвечникам. Об голову им. Как это порвал одежду. И это он все говорит на практике, что там видел. Вы это молчите. Почему вы не нападаете на Чаплина? Да. А он с Кураевым стоит в Антарее и говорит, как мне надоело. Это ее православие. С матерком? По полному тексту. Ничего себе. Это говорит, прям рядом с патриархом стоит. По связи с общественностью везде. Это не я говорю. Я беру то, что в интернете. А сегодня Максим Степаненко, он три уже ролика выставил. Четыре у него будет. На четвертом он полностью меня обличает. Но предварительно уже прошла беседа, уже записали. Сергей Козлов и Андрусенко Александр. И они... Потому что я очень дорожу Максимом и сказал, чтобы мне с ним нигде не столкнуться. Вы кому-то передайте там другим, чтобы они нужны какие-то объяснения там, несогласия. Пусть другие скажут. А я отвечу, ответ-то будет то же самое. И я на все вопросы отвечаю. На все. Какие они задают. А почему вот это так? И я отвечаю, как оно на самом деле есть. А это? А это вот так. А это вот говорят. Вот это вот так. Так один кончил. Говорит, у меня вопросов больше нет. А у тебя? У другого кончились где-то. Мы очень хороший ролик составили. Но в нем участвует парализованный Сергей. Он второй был, кто говорил. А он мне ролики эти не дает сразу. А сначала я их обработаю. Но когда он их там сделает, как надо, там, в заглавке, то я выставлю свой без купюр. Я люблю так. Вот как было, как разговаривали, так и выставляю. Мы не должны стараться показать себя в людях хорошими. Мне всегда делают замечания. Ну вот вы в книге, для слова Божия нету, написали, ну, все там противоречия какие-то. Вот дальше Игорь с Игорем. У меня все это выставлено будет. Почему? Я очень уважаю своих читателей в книгах и зрителей. Сам реши. Да какие вы верующие. Тот этот орет бесноватый Игорь. А этот такой-то недоумок, то другое. Выслушаем. Все. Дальше дело будет показано. По крайней мере, я заметил главное качество. Они не тепло-хладные. Вот и все. А за этим, посмотри, Господь осуждает тепло-хладных. Да Господь нигде не гневался, мне говорят. Ты не гневался? Ну да. Ну а как же считаем? И воздрев с гневом, скорбя об ожесточении сердца. Иван Григорий говорит, почему ты не берешь это? Так что, разве с гневом? Ну написано. Вы думаете, какой я тебе бищиком стукну, наверное? Извини, пожалуйста. Да он поролся, всего мах, угнал их оттуда. Быков, олецы, как дал, так столы с монетами полетели. С тугриками вашими деревянными. Вы что думаете, Христос? Да он какие слова говорил. Да сегодня, если вот человек пришли в церковь креститься, и вдруг подошел бы сейчас Иоанн Креститель, отобил бы, отойди, лицемер. Вот не лицемер это. Отойди. Так, порождение ехидины, змееныши. Зачем пришли в храм Божий поганые? Он бы как начал... Ой, какой злой он, Иван Захарович. А говорили, хороший он. Ой, Иван Захарович, шибко злой. Он злой, как ехать в дыбунов. Понимаешь, Игорь хотел что-то сказать. Маленько добавить еще хотел. И вот еще, очень любят, вот те, о которых говорить нельзя, говорить, только зашел туда, туда, о чем нельзя говорить, и заключается. Только зашел туда и сразу, не судите, и не будете судимы. Седьмая глава. Все знают они, первый стих. Это цитируют. А почему? А я вам сейчас скажу маленькую тайну, которая не тайна, а для них тайна. Шестую главу начинаете, это... Запоминайте, седьмая глава, первый стих. Вы говорите, читайте сразу. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прямо так говорится. Первое, это первый стих. Потом точка запятой. И теперь дальше. Теперь нет. А теперь перед этим берете шестую главу. А там про это ничего не понятно. Нету ничего. То есть человек, который не исследует, он... А нужно знать священное писание, как говорит Златоуст, и вторит ему Игнатий Тихонович Лапкин. И показывает, как нужно знать. Вот, книги читайте. Узнаете, как нужно знать. И теперь мы возвращаемся назад. Где нам остановиться? Где? На какой? Ну где остановиться, чтобы понять, кому говорит он, не судите и не будете судимы. А вот так вот сидят братья, которые попали под это влияние, тех, о которых говорить нельзя. И... Ай, правда, это же про нас. Это мы такие. Мы-то там осудили кого-то. А я там что-то там неправильно продавщицу там. А там еще что-то. А на самом деле мы подходим к пятой главе. Ну куда мы подойдем? А ты упоминал ее? Упоминал о законе. О законе. Христос говорит, ни одна йота не упадет. Перед кем он оправдывается, скажи мне? Он говорит, я пришел исполнить, а не разрушить закон. А перед кем? А дальше смотрим, опять книжники и фарисеи. Опять они пришли родные. Смотри, вот епископ Максим, который там разогнал эту монахиню там, и говорит, слово употребляет епископ и болеет болезнью епископит. Епископит. Болезнь такая, то есть властный князь. А священники говорят, это, Максим говорит, одним словом записано, «Никого не осуждаю, всех люблю». Пробела. Ему такое имя сегодня. «Никого не осуждаю, всех люблю». Могел-могел-шахер-бас. Это вот такое название им. «Никого не осуждаю». А наоборот, да? «Всех люблю, никого не осуждаю». Просто не разница. Все равно. «Всех люблю, никого не осуждаю». То есть никакой. Можно? Вернемся к тексту. Я хотел еще сказать, что вот мы начали говорить о законе Моисеевом, о законе, я, знаете, понял простую вещь, что наши слова, помимо слов, точных цитат Писания, вот именно по посланию Галата, могут завести нас в дебри. Я вот сейчас говорю, прочитываю этот текст, помимо того, что слушаю. И вот именно надо брать конкретные цитаты и объяснять вот эту взаимосвязь закона Христова, закона Моисеева. Вот все, что мы скажем как-то не так, как это описал апостол Павел, нас может просто завести в какие-то заблуждения. Брат, тебя не было, тут просто пять занятий, и ты немножко запутался. Мы-то уже все это прошли. Молодцы. Ты считай. Давай, ты дальше продолжай. Мы не запутаемся, брат. Хорошо. Мы выйдем. Галатам, 4 глава, 31 стих. Буду задавать вопросы, хочу услышать ответы, такие правильные, по Писанию. Итак, братья, мы дети, не рабы, но свободной. Последний стих 4 главы. Толкование. Все это направляет к тому, чтобы показать, что все случившееся теперь с нами прообразовано было за много лет прежде. Как же после этого не странно, получив за столько лет прежде свободу, опять добровольно становиться рабами. У меня сразу вопрос. Что все случившееся теперь с нами? Что случилось с нами в конечном итоге? Вот апостол-толкователь говорит, все это направляет к тому, чтобы показать, что все случившееся теперь с нами прообразовано было за много лет прежде. Что с нами случилось? Объясните, кто был на занятиях. Ну там с чего все начинается в послании Галатам? Они утверждали в том, что нужно христианам обрезываться. А Павел, он говорит, не нужно обрезываться. Не нужно. И вот он до сих пор убеждает, почему не нужно обрезываться. Про лжеучителей не забудьте. Да, и были лжеучителя, которые говорили, что без обрезания спастись невозможно. Ну понял. И что же с ними случилось? Они подверглись этому влиянию? Да, да. И они... Несмысленные Галаты они. О, несмысленные Галаты. Он говорит, кто внушил вам опять возвращаться к тому, сделаться опять рабами? То есть... Законил. У меня вопрос. Законил. Они остались без Христа. То есть они думают, мы сейчас будем соблюдать закон. И все. Потом говорят, что ну да, соблюдающий закон. И Галя тоже вопрос. Ну как, вот нам теперь закон не соблюдать? Да закон правильно, надо соблюдать. Тебя вот не было как раз. Закон надо соблюдать, но закон ведет к смерти, к проклятию, кто его нарушит. А благодать Христова ведет к прощению. То есть все согрешили. Все нарушили закон. Раньше, до Христа. А потом, когда Христос прошел, написано, что не грешит. То есть Галаты не знали, что из Ветхого Завета, из Ветхозаветнего Закона надо соблюдать сейчас, хотя это был закон Божий. А что теперь? То есть они путались. Вот теперь закон Христос, мы должны так жить. А что мы должны взять из Ветхого Завета? Подожди, подожди. Я обращаюсь вообще ко всем. Дело все в том, что ты неправильно ставишь вопрос. Так вопрос вообще ставить. Они знали, перед вами, говорит апостол, был как бы распят Христос. Христос уже проповедован был. Он проповедован был самим апостолом Павла. Он уходил, там все были духовно рождены, но они попали туда, о ком говорить нельзя. Учились там и доучились до того, что... Прямо галаты туда попали? Да, да, галаты. Вот такие, как галаты. 2015 год. Такие же, как галаты. Это про нас пишется. Это экстраполяция, про нас, да? Да, это экстраполяция, конечно, про нас. Про тебя, Игорь, про меня, Игорь, и про других еще, кто попадет. Не надо попадать под влияние лжеучителей. Рекомендую читать дальше у нас. Давайте читать. Глава 5, 1 стих. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Игу рабства. Толкование. Не вы ведь, говорит он, освободили себя, но тот, который дал за вас выкуп. Как же после этого вы подвергаете себя господству закона против намерения освободившего вас Христа. Говоря, стойте, он дал знать, что они колебались. Словом, Игорь, он указывает на тяжесть рабства в законе. А выражением опять изобличает их бесчувственность, так как они, несмотря на то, что по опыту узнали тяжесть рабства, опять добровольно переходят в него. Тут надо сказать, вот смотри, вот Павел написал послание, а результат этого какой-то был или не был? Дальше вообще рассуждение Феофилак не дает. Примирились они или не примирились? Или каждый остался при своем мнении? Нигде неизвестно, не толковать или ничего нет. А я вхожу в эту обстановку, и от меня это и зашло. Как это понимать? Вот эти держались старые. Старые, это не старый обряд, мы тоже такие старые. И вот на это говорят, вот обратились сейчас к Богу. Вот сегодня только я беседовал с одним, пятидесятник с Украины, он уже к православию пришел. Ну, в автокефальной украинской церкви. Все гонят почему-то русские, что русские, Россия, а там слава Украине. Я, говорит, никак не пойму, почему это. Так вот дальше-то начинать надо рассуждать во свете Библии. Так, вот сейчас баптисты говорят, а я убедил их, а они понимают, что пока нет у них рукоположенно от апостольских времен по хератонии епископа, а они не церковь. Они говорят, мы это поняли. Но мы никак не можем понять, зачем нам иконы. Но я имею какой-то вес. Допустим, я патриарх Варфоломея. На его место меня избрали. Я теперь собираю патриархов. Я бы так, я бы написал об этом в книгах. Я бы сказал, если они это принимают, давай отойдем от этого. Они могут без икон, пускать без икон. А разве это можно было? Считай Василия Великого. Когда приходили на Вациан, там другие, он говорит, надо их то-другое делать. А другие отцы приняли, говорит, можно, говорит, здесь сгладить. Вот здесь вот экономия. Я не люблю это слово, но оно есть. То есть сгладить. И раз они присоединяются к православной церкви, но не хотят вот это делать, давай отойдем от этого. Ну и в чем бы вы уступали баптистам? Выслушал бы их. Они говорят, иконы мы не принять не можем. Ну если есть, говорит, ну как картины. Но не клоняться, не целовать. Православные никак. У нас имераточивая, следоточивая, газоточивая. Все там есть уже. Ну, можно ли, что без икон? Можно. Я говорю, можно. Я им доказываю. Их не было в начале икон. Там Лука написал. Но не написано то, что вы делаете с иконами-то. Да, это так. Когда от патриарха собрана комиссия во главе с архимандритом Иоанном Экономцевым и второй со-автор или со-председатель, вот как называется, Павел Флоренский, новый Павел, директор геологической академии, кажется. И они пришли к выводу. Не черти ли нам голову морочить этим мироточением-то? А мы думаем. Исследовали биологи, химический состав. Чего ищем-то мы? Нам больше заниматься нещем-то. Они, ну, говорят, извините, но наш народ тупо тёмен. Я говорю, ничего себе-то учили. Это все напечатано. Вот в 2003 год взял. Дальше. Ну, баптисты говорят, вот мы никак не согласны, что Божья Матерь не имам и иные помощи, кроме тебя. Даже отречения от Христа. Согласен. Но вы никогда не говорите, что у ней были дети. Да мы и не будем говорить. Уже мы сошлись в двух пунктах. А у нас их немного, этих пунктов. Баптистам, это всего 44. Мы по порядку начинаем дальше. Детей не крестить. Не крестите. А в каком возрасте крестить? Ну, мы считаем, не раньше 14 лет. Хорошо. Оно не указано в Писании. Легко я уступаю. Они говорят, мы ещё не хотим, чтобы наши такие ризы тяжёлые, попоны эти надевали на себя. А были, как у нас братья. Я говорю, ну, галстука не надевать, борода не брить. Трудно нам будет. Я говорю, ну, можете поговорить-то. Посмотрите журнал «Баптист». 1903 год. Все молодёжь, все с бородами у баптистов. Это уже приняли-то от кого. Вот Ленин сидит. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Ульянова и Володя 30 лет. Все моложе. Все до одного с бородами. До одного. Не порченная. Я не выдумываю. Посмотрите на картины. Везде посмотрите. Ну, ладно. Мы уже сглаживаем и сглаживаем. Но мы вот не согласны. Вот у вас как-то подходят. Батюшка, благослови и руку целуют. У нас это не принято. Мы все братья. Не целуйте. То есть мы это устраняем, легко уступаем. Но главное это для того, чтобы они приняли епископат, стали церковью. Они не церковь. Дальше. Они говорят, мы не согласны, что за умерших молятся и за всех подряд там. Не молитесь. Не молитесь. Но не противоречие, когда другие молятся. Вы иконы не имеете, но не говорите, что это идолы. Вы научите своих людей. Мы своих научим, что у этих нет икон, а они христиане. Мы своим докажем, вы своим. Согласились? Да, согласились. Но мы никак не согласны, что это обязательно такие купола строить. А у нас тут простые дома. Не делайте купола. Это не указ. Ну и так дальше. Но вы должны принять толкование Святой Церкви. Канона. Вот так я беседовал с католиками. Нас не разъединяет филиок от Отца и Сына Исходящего. Нас разъединяет другое. Самое главное, это называется примат папства. Что папа над всеми главными, над патриархами. Нигде это не написано, что Петр был командиром над Павлом, над Иоанном. Нигде нет этого. И Павел говорит, я когда встретился с ними, посчитаем мы с толпами. Они не возложили на меня никакого иго. Ну написано в Галатом. Согласны? Католики спрашивают. Я никогда не соглашусь, чтобы католики бриты и папа бриты был. Вы почему? Смотрите, Сиксинская Мадонна. Рисунок кто делает? Ну, Рафаэль. Картина номер один в мире считается. Ну, вы верите, что там с натурой воображат? Папа Сикс с бородой. Это ваши католические картины, это не мои. Посмотрите, которые до этого были, рисуют Амьяна Затаустова. И они все с бородами. Безбороды это только ваши. Теперь Господь взял хлеб и вино, не обладку, таблетку белую, а не белая таблетка. Дает человеку, обмахнет он ее в вино и дает, чтобы не пролили. С Богом. Вот с этим мы не согласимся. Не краплением, вот ставят люди по крапилу, а вторократное погружение полное. Вот с католиками что раздушают, а остальное они молятся пятерней, они там считают Папа Вселенский. Пускай. Это никакой роли не играет. Главное вот. Я выделяю главное. Вот говорят, а как баплистов узнаешь, что сектант? Три пункта, по которым ты узнаешь. Спроси иконы, идол или нет. Если идол, это уже ты многое узнал. Второе. Имеют ли они рукоположение от апостольских времен? И третье тысячелетие царства. Вот только три пункта. Они все в этих пунктах одинаково понимают. Это адвентисты. Все тысячи разных сектантов, они как конфессия там называют. Какая конфессия? Когда есть только вера и ересь. Только два варианта. И не 44. Можно со всеми садиться, но нам самим надо подвигнуться. Не требовать других чего нет. Но мы баптисты говорят, поститься, значит, не пить и не есть, когда нужда какая. Хорошо, но без поста не спаститься. Это оружие на согласность. Согласна. Но ваши посты вот эти, они же, они не евангельское устроение. Мы будем соблюдать. Вы нас не осуждайте, а не осуждайте того, кто ест. Понимаешь, нет? Ну почему они меня патриархом-то не сделали? Мы давно объединились с католиками и злописцами. А бодрилой корове Бог ног, рог не дает. Но я вам показал программу, конкретную программу. Это, конечно, все в виде юмора, юмора, в виде шутки. Но здесь заложено, что я показываю, каким путем к этому подойти. Все требы бесплатными, вести десятину. То есть сделать мы все как в нашей общине. И все будет по-другому. И что интересно, Максим Степаненко все заметил. Почти все. Я только малую часть показал, что у них там есть, как готовят к окрещению, как дает у нас ответы, он же сам давал ответы, потом рекомендацию батюшку, у нас ничего нет. Крещение, вся община выходит. Какой радости вы нас лишили, попы? Это он говорит, это его слова. Не то, что я там священникам. Он их знает. И теперь, которые обвиняют меня, он берет их слова в обвинение, и все разбирает и показывает. Вы лицемеры, вы у себя наведите порядок. Там нет ничего, что вы говорите. Тоталитарный, вуру. Тоталитарные ваши, которые здесь. Там есть два гуру тоталитарные. Есть, говорит. Одного, говорит, апостол Павел, а другого, ян Златоус. Главное, гуру, говорит, у них. Блаженный филак. Это, говорит, человек, находящийся в московской патриархии. Они сейчас его рвут на счастье. Ему требуется помощь. Он очень крепкий в этом вопросе. И когда я один раз за него заступился, он говорит, за меня никто не заступился. Игнатий Тихонович первый, кто заступился за меня. Теперь я плачу должок ему. Почему интересен я для него? Ну, он дальше высказывает до четвертой части несогласия какие. А я знаю, что я ему отвечу. И чтобы не потерять друг друга, что пусть другие задают вопрос, я не тебе, а им буду отвечать. Я подобное рассуждение, вот то, что вы сейчас говорите, вот как идти на уступки, да, другим, я слышал примерно 17 лет назад, но от человека, даже не догадайтесь от кого, человек, был такой Роман Цала, католик, был такой священнослужитель. Хороший батюшка. От католиков. Но он конкретно католик, со всеми понятиями католическими. Приехал сюда, но, что интересно, с миссионерской целью мы к нему ходили, чтобы поняли, зачем я там у него был. Он говорит, хотите, я вам литургию Анна Златоуста буду служить. Хотите, бороды. Ну, бороды будет. У него, кстати, и борода была, ну, такая небольшая, но была. Но только одно условие. Он одно условие выдвигал. Примите верховенство Папы. То есть, чтобы главный епископ, это Папа. Епископы, пожалуйста, ваши епископы, бородатые, хоть какие, хоть с крестами, во все одеяния, но только одно маленькое условие. Примите верховенство Папы. Но тут уже мы на это, конечно, не пошли. Ну, я помню, что, по-моему, он там что-то даже и пытался служить литургией Анна Златоуста. Это было, говорю, лет 17 назад. Это сильно напоминает, когда придет Антихрис, как Владимир Столовев пишет. Главное, примите Антихриста. А дальше иконы ваши при вас будут. Прищащайтесь, меня разве синий. Но примите Антихриста, как главу церкви. Признайте его за Бога. Это вот очень рядом. Почему великим инквизитором, он как раз представил-то кардинала Достоевский. Вот мы прочитали первый стих, давайте второй прочтем. Сколько у нас прошло времени? 20 минут у нас осталось, я так понимаю. 15 минут. Ну, да, все. Истек наш срок. Еще 15 минут. Еще 15, ну, 15-20. Полтора часа? Мы полдвенадцатого начали примерно. Вот сейчас без 20-ти час. Да вот съемка же идет. Вот там все есть. 15 минут осталось. Полтора часа. Чтобы вы там больше полтора часа тоже не вели за ним. Вторая глава. Второй стих пятой главы. Послание Галатам. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вместо всякого доказательства апостол ссылается на свой авторитет. Не приносит уже пользы Христос, обрезывающемуся, потому что таковой отвергает его благодать и обращается к закону, как к благодетелю. Христу же вовсе не верит, как будто он не оказал ему благодеяния. А не веря, он и не может получить пользы от того, в которого не верит. Вот тут опять закон, слово используется. Я вам хочу сказать, у меня дома сейчас идет научный эксперимент. Он заключается в следующем. Я держу голубей, у меня три голубя от них. Здесь одна и две в Потеряевке. И вот у голубей бывает одна болезнь, называется вертячка. Он начинает вот так трясти, потом голова выворачивается, и вот так вот. Он пытается клевать, а он зерно не может достать. Вот так голова кверху, и потом погибает. Лекарства нет, вообще не существует. Только тех, которые заразились, их немедленно можно... Но вертячка не распространяется на других птиц, и для человека мясо это годно, нормально. Только в голове у меня что-то в мозгах там делается. Это породистые голуби, которые летают вот эти, называются дикари, такие серые. С тех, которые нет. Я подумал. Вот теперь я лежу в коробке. А если я туда посажу любого, мой любой голубь помрет, сдохнет. И я теперь ловлю сизого голубя, который дикарен, и туда сажаю. Она зажалась, сидит там голубь, я не знаю, голубь или голубь, очень трудно определить. Она зажалась в угол, а это все больше, 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 голова уже вот так, и на этом кончилось. Я вижу, что... Мне хочется узнать, подействует ли вот этот маленький ящик, в котором сидит. Он переполнен, как территория, где атомные бомбы были. Радиоактивный полигон. Выживет она или не выживет-то? Но она мало движется. Теперь я подумал, надо мне второго поймать. Где поймать? В этот день я поймал второго. Посадил туда, второй в угол, и, видимо, оттуда смотрит, а кто перед ним тут был-то? Может, какой-то разговор был, немножко не так это. И он понял, перед ним сидит девушка красивая, и будете ей в плену, говорит, выдавать замуж, жениться. А у голубя так. Если она не согласна с ним, он ее долбит, бьет, колотит, она бегает, бегает, и поняла, жить не это, лучше всего починиться. И вот он ее гонял, ее два дня, там только перья летели. И теперь она смирилась, такая сидит маленькая, ну, я назову Ирину, Марина, там разницы нет. Она на все согласна. И сегодня, гляжу, не любуется, но там развернуться негде. Ему для свадьбы нужно хотя бы вот так, чтобы развернуться, где там постель-то была нормальная. И я сегодня уже попросил верхнюю койку застелить, сейчас приду и выпущу. И им уже гнездо сделал. Теперь, если они там выйдут и не заразятся, то, может быть, эти голуби будут такие, которые другим помогут быть здоровыми. Ну, вот как я, легенда-то, у него антитела какие были-то, и у него... антитет, то есть у породистого, породистого голубя с... Нет, 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 беспородистые, но они такие интересные. Беспородистые. То я знал, раньше только он залетел, я их поймал пять штук-то, в голову отсек, перетеребил, кошкам отдал, или ребята съели. А сейчас я за ними ухожу. Я им заранее говорю, вот если эксперимент кончится, ребята, я вас на свободу отпущу. Я когда голубям захожу, и сразу, добрый день, Христос воскрес. Ну, то есть пока что они не заразились. И они не заразились, они сидят вот, просто переполнены, заразой у меня коробка. Но так как им надо больше света, я пристроил второй этаж сейчас, и они туда залазят и любят, а теперь сами спускаются туда в нижний этаж, то есть чего-то, я теперь вплотную каждый день подхожу, стараюсь взять в руки. Мне нужно узнать, будет ли потомство без... так сказать, неуязвимо этой бациллой. А потом, может быть, что-то можно сделать от них, как тот взял свою кровь, там, откуда. Какая-то сложная жизнь. Это надо наблюдений долго. Это долго наблюдений надо. Ну, долгий период наблюдений. Ну, хоть лет 10 хотя бы. Ну, понятно. Голуби очень быстро, они в течение года, у нас же жили стало... Да, ну, это, если только... В течение этого года они быстро выводятся новая порода. Я не хочу их смешивать, а чтобы они жили здесь и свои флюиды как бы распускали, поражая других. Может быть, что-то в этом есть. Они крыльями машут. Может быть, у них какие-то здоровые такие бациллы там есть или как назвать. Вот смотри, решили узнать, почему дети, где болеют в одном государстве больше, в другом меньше. И стали брать, ну, такие государства, которые европейские, Эстонию и Финляндию, через Балтийское море. Спрашивают, вы сколько раз детей моете? Те говорят, три раза в Эстонии, три раза в неделю. А каждый день, каждый день тоже три раза. Так. А мы, говорит, где ребенка моем, четыре раза, и четыре раза в неделю. И оказалось, на такой процент чаще болеют боли, которые мытые. Если собачка у тебя есть, и ты ее там шампунем будешь мыть, она будет очень подвержена любой заразе. У нее есть защитный слой там. Это не надо, сверху грязь там, почеши ее, там, сполосни. Вот как я легенда, то он ее там шампунем там намывает. Вот у меня сейчас идет эксперимент такой. Я к ним присматриваюсь, такую решетку перед глазами, как я замру, и гляжу, как он ее уговаривает, она соглашается, потом начинает как целоваться, как он обходит, она опять голову низко-низко перед ним. То есть я не видел этого. У диких голубей нельзя увидеть. Они у меня в неволе. Как бы принял на Израиле, и говорит, так, вы давайте за дочерей замуж, думаю, вот так же было. Парню-то дали девушку, а тут уж дальше объяснять не надо мне. Там хоть на выходоносец, хоть Валтасар, все равно она моя. А ему негде там, с ней ноги протянуть, постель короткая. Сегодня я их выпущу на свою кровать туда, на Володину. Застелили уже. И настелили. А я тогда ей сделаю гнездо. Кстати, в экспериментах, вот это вы, я легенда вспомнили, а помните, у нас Егор был такой. И как раз вы всем-всем советовали посмотреть, посмотрели этот фильм. Ну, там посмотрели, а потом мы тут обсуждали, и осталось нас тут немного. И Егор тоже был. Он говорит, он говорит, но я посмотрел. До таких фильмов, говорит, ну, заполнено все. Это же, говорит, просто фильм ужасов. А мы ему начали духовное, как бы объяснять. Вы говорите, ну, вот расскажи, вот как раз. А я начал говорить, что вот, вот эта темнота, вот эта духовная темнота, вот эти вампиры, это переродившиеся вот люди, ну, в духовном смысле переродились, и вот они в темноте стоят, это, помните, как он этим, раз, а они там стоят, и быстро дышат-то. Они активные все, но темнота, этого нет у них. Им надо, чтобы какое-то действие произошло, они как звери тогда кидаются, или, чтобы где-то запах был крови. То есть вот это. И Егор этот слушал, слушал, а я, а я еще говорю, а вот этот, который выскочил на свет, и его обожгло, вот это, который за своей, любимой-то, выскочил, я говорю, это епископы, я говорю, таких ставят, самых злобных, говорю, в епископы. И этот Егор, что? И ушел после этого. И нету, я теперь думаю все время, думаю, а не повлиял ли этот мой рассказ на бедного парнишка-то? Нет, 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 нет. Просто мама его, отказала ему в квартире без него. И все. Он там не убирал. Я думаю, можно быть... Мама поступила неправильно, я сказал. И на этом все. А он не смог просить. Ты на квартире, в какое бы условие ни было, тебя оставили в квартире, сказали, смотри за порядком. Мать пришла, не понравилось, что там не убрано. Значит, ты не очень нуждался. А тут нашелся помощник один, какой-то Артур. Тот начал хамить, безобразничать. Флудер называется. Все заполнено у нас из порфель. Нет, тут маленько не так было с Егором. Егор хороший парень. Ну да, так-то хороший. Хороший. Это через тебя он пришел-то где-то. Нормально все было, учиться где, но оказалась вот такая вот изюминка. Да нет, он пришел-то ко мне на площадь. Он не знает, что такое на квартире. Он ко мне на площадь. Я на квартире, Игорь, с 11 лет. И у меня жил на квартире, я все время урок делал, я на хозяйку поглядываю. Что она делает? Она готовит стирка там вот, я в этом участвую. Вот она гладит белье, я утек отберу, все белье переглажу. Воду не дам. Корову даю, я уже выскочил, даю корову. Помидоры собрать я, она может мне хоть один помидор даст. У меня же ничего нету. Я босиком выскакиваю на улицу. А эта живет на квартире и ничем не обязан. Ты сам жил на квартире. Жил? Ну и знаешь как. Ну, надо, конечно. Серахов всегда должен. Пришел кто-то, освободили место. Поэтому на квартире живешь, ты всем угождать должен. Вот в моей жизни было, где я жил на квартире, я по квартирам был. Я старался хозяевам построить забор, сарай, выкопать подвал, все, что мог. Я же на стройке. Материал могу выписать. И уходя, я оставлял все. И уходя, брал с собой только одеяло, матрасы, все оставлял. Библию в руки, матраса, одеяло, подмышку и поехал в другой город. Я с удовольствием угождал. Мы с Ильичем часто беседовали. Приходите. Прочитаем. Третий стих. Еще есть время. Придут. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Толкование. Чтобы не подумали, что по вражде говорится это, он прибавляет. Не вам только высказываю это, но и всякому обрезывающемуся, что великую тяжесть вы налагаете на себя. Постановление закона тесно связано между собой. И если ты признаешь малую частичку закона и подчиняешь себя этому игу, то подчиняешь себя к господству всего закона. Ибо обрезание требует жертвы и приурочено к известному дню, а жертва требует места, способа ее приношения и очищений. Нечистый ведь не может приносить жертвы. Очищение опять требует исполнения других законных предписаний. Видишь, как отвергший Христа не только не получает пользы от него, но и подвергает себя бесчисленным тягостям. Если закон господин, так исполняй все, а если нет, то не принимай частички из него. О каком законе идет речь? Вот конкретно. Мы говорили, что закон Христов, закон Моисеев. Это же закон Моисеев? Моисеев, конечно. Вот. Что из закона Моисеева мы сейчас должны исполнять, а что не исполнять? Это ведь целая лекция, наверное. Да говорили уже об этом. Говорили. Ну, повтори. Зуб за зуб 10 заповедей. Там же долго очень. Два закона исполняем. В любви ближнего своего и Господа Бога. Все. Поговорили. Деяние 15 глава. Что исполнять надо нам, да? Видишь, Игорь, вот духовное толкование завести может очень далеко. Ну, возьмем толкование литургии Гоголем. Гоголем. Васильевич Гоголь. Как он пишет? А вот отношения из-за детей, это мы из себя должны мысли такие нехорошие знать. Ну, вообще-то неплохо. А теперь с миром из-за детей можно заходить. Теперь нехорошие мысли заходите в меня. Ну, дальше-то. С миром заходите. Нет, уж ты сам выйдешь с мыслями. Их никогда не запускает. Мысли-то мыслями. А то такое духовность себя развивает. А веры-то никакой и нет. Аминь. Да, сердце. Вот все. Сердце. А борода не спасает. А ты что думаешь, безбородый подбородок спасает? Почему ты решил-то? Выход, то и конец. Бородой без бороды. Ты отрисаешь бороду и сразу говоришь, а на спасение влияет это? А бритый подбородок влияет? Но борода это так, как Господь. Господь совершенный человек. Он бородой был. Совершенный во всем. Да. Апостолы, пророки были безбородой хоть один? Ни одного. Ну, а что дальше говорить? Посмотри на картины, иконы. Что еще тебе говорить? Ну, не надо дальше играть этими словами-то. Что от этого зависит? Так из сердца. Из сердца полностью. Из сердца движения руки. Ты берешь бритву, скоблишь. Я сейчас с одним познакомился. Он из Екатеринбурга. Посмотрите ролики. Уже два ролика мы разговаривали. Очень интересный человек. Был у пятидесятников. Пришел в православие. С бородой. И очень мужик любознательный. Везде все... Ну, ему 64 года. И он везде все старался узнать. Как врач. И пришел к выводу, что неизлечимой болезни нет. Он питание все берет. Интересно. Вот на него смотришь. Но у него еще глазок очень высокого качества. Глаза чистые. Никаких мешков нет под глазами. И в этом возрасте он какой активный. И вот вышел на наш ролик, и уже два раза вышел. Ну, а теперь уже вопросы задает. И вот так. А как ваши ролики вот эти называются? Как называются ролики, где вот вы с этим человеком? Попов Олег. И дальше написано. Попов Олег. Один, два. Попов Олег. Очень интересно. И он такой... Бит у него такой улыбчивый. Ну, 64 года-то. Я беру палатку. Там в лесу травы разные собирает. И что бы он ни делал, он все делает. И вот мои внучки, у нас семьи внучек-то. И все говорят, деда, ты врач. Никакой я не врач. Я просто люблю это все. И везде все, что интересно прочитает, я стараюсь понять. А чего это? Вот от чего рождается человек? То разбойная губа у него, то там пятки у него ослиные. Почему такой? Вот так. И как такой вот можно принять? Кто виноват? Он или родители его? Вот все это... Такие у него рассуждения. Ну, видно, что чистый разум. Просто приятно, да. А он еще говорит, что, говорит, я, говорит, если человек заболеет какой-то болезнью, я ему в первую очередь говорю, не беги к врачам, а сперва, говорит, сядь и поразмысли, почему это с тобой с тобой, с духовной точки зрения, говорит, с тобой произошло. Он причину выискивает. Причину, вот то, что интересно, врач-то интересный какой. Ну, просто увидите, он вышел на меня, и вот какой у нас идет разговор. Вопрос за вопросом. Вот сейчас вышел на меня один еврей с Израиля, тоже уже третий разговор будет. Евгений, тоже интересный человек. Вот там православные придут, то не нравятся, вот так себя ведут, то другое. Ну, я поясняю, что наши еще просто нанесли туда. Все. Призывай молитву. Закончили мы третьим стихом. Игорь, давай молись. Ты не всегда поймаешь. Да. Своими словами или как? Молись своими, как хочешь. Благодарим тебя, Господь, за наше собрание, за изучение слова Твоего по толкованию святых отцов. Даруй нам, Господи, разумение и нести это слово людям, не знающим Тебя. Даруй, Господи, обличать прежде всего самих себя и других людей после этого. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милосердный Создатель, прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. О, Иисус, мы просим Тебя, Господи Божий наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, запоедавших нам молиться о них. Помилуй Россию, даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии. И это дело, которое мы рассуждали о поездке, Ты сам разреши, ответь. Тебе слава за все, Христе Божий наш. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышит, раб Твой. Аминь. Остал Божий. Так, кому надо доехать до остановки? Прикройте. Сатяна, всегда прикрывайте. Субтитры делал DimaTorzok